Добрый вечер, дорогие друзья! Мир кошек. Это, конечно же, целая вселенная загадок и тайн. Но знаете ли вы, что кошки, конечно же, сами по себе непростые существа, подразделяются на впечатляющее количество пород. И каждая из этих пород уникальна и загадочна по-своему. Итак, сегодня в гостях передачи «Избранный» очень интересная гостья, очень интересная женщина, красивая дама Николенко Галина, которая является президентом Алматинского филинологического центра. И рядом с ней, вернее, у нее на коленях, тоже интересный теперь уже гость. Это кот Ирвин, шестимесячный подросток породы норвежская лесная. Впервые на нашей передаче «Избранный» присутствует и человек, и его питомец. Добрый вечер, Галина! Добрый вечер! Добрый вечер! Очень интересный, да, Антон, формат передачи? Очень интересный. Сегодня получился с таким пикантным дополнением в виде этого замечательного животного. Смотрите, какой спокойный, красивый кот. Ну просто шесть месяцев всего лишь, окажется, что он уже совсем взрослый. Да. Значит, он, Галина, вырастет еще больше? Он вырастет еще больше, потому что порода норвежская лесна относится не к гигантским, как, например, мейн-кун, но к крупным. То есть он будет достаточно крупный, большой, красавец, длинным хвостом. А сколько килограммов средний вес взрослого кота? Ну, кота, может быть, когда люди на килограммы взвешивают, они, конечно, всегда преувеличивают, но по стандарту он может быть. Ну, накормят и взвешивают. Ну, по стандарту до 10 килограммов может быть. О, прилично! Ну, это вместе с шерстью, с усами. А хвостами измеряют же как-то? Нет. Нет? Нет, на самом деле их не меряют на выставках и на вес, потому что важна гармония. Вот если я его потом покажу в длину, как это красиво будет. То есть ты, если два метра в хвостке... Вот этих кошек показывают вот так. Это длинное, красивое животное. Потрясающе, конечно. И он будет еще красивее, потому что он совсем малыш. Характер такой у этих кошек есть. Говорят, что богиня Фрея запрягала этих кошек в свои сани, и они ее возили по лесу. Поэтому они спокойны для того, чтобы служить женщинам, богиням и так далее. Разве это порода, если у нее такая вот предыстория исторически длинная, значит, она какая-то вот возникла естественным путем? Она возникла естественным путем. Это национальная норвежская порода. Более того, все норвежские лесные во всем мире должны иметь вход туда, так сказать, корни, в племенную норвежскую книгу. Это действительно так. Норвежцы очень берегут свою породу. Они не являются дикими, эти кошки. Они просто там живут в деревнях, при деревнях, могут быть совершенно самостоятельными. И поэтому их внешний облик примерно таков и есть в этом виде, их и поддерживают. У этого котика мама приехала из Швеции, папа имеет немецкие линии, он сам родился здесь. Это длинношерстная порода? Длинношерстная порода. Она интересна тем, что сейчас, пока он котенок, у него верхняя шерсть не выросла. Она будет плащом, и она непримакаемая. Кошка, которая сама по себе красива, линяет один раз в год, мяукать почти не умеет, общается деликатно, мар-мар-мар-мар. Словами. Мяукать не умеет, просто так. А купать ее можно, если у нее нет непримакаемости? Можно, можно. К выставке надо все равно купать, потому что надо красоту наводить. Есть шампуни, которыми это специально можно делать. А вообще к воде как относятся сами? К воде любят. Пыталась защитить себя сейчас в ванну от вторжения котят. Они туда залезают, купаются, вытаскивают пробку, с ней бегают, им там весело. Кошки, которые любят воду, это удивительная порода. Удивительно. Обычно кошку купаешь, там стелек. Клубит. И там ловит рыбу. Рыбы уже поняли, что надо зайти в дальний угол и там сидеть. У нас был кот такой лохматый, пушистый, такой божественный. И просто он себя сам ощущал таким вот дуржуаном. И вы ему вот так поддакивали. А потом просто, когда наступала весна, мы его мыли, и он стоял такой... Несчастный. Несчастный. Такой как-то облезло. А эти ребята вообще сами прыгают. Эти ребята вот оказалось, что очень любят воду. Причем взрослые кошки у меня к воде равнодушные, а вот котята проявили сейчас вот такой интерес. А эта порода подходит для общения с детьми? Порода... Она вся спокойная. Вообще, это кошки, которые очень любят людей. Идеально. И я вот так вот сказала бы. Кошки, которые любят ни дом, ни, так сказать, помещение там своей клетки. Они просто очень любят людей. Но такие уличные или вообще домашние-домашние? Абсолютно домашние-домашние. Из-за этими никаких уличных нет. Это селекционное, конечно, уже на данный. Нет, то есть не сбегают там в леса? Ну, я не выпускаю их сбегать в леса. А так, может быть? В принципе, я думаю, что и зачем ему туда куда-то сбегать, потому что с ними можно гулять на поводке, как с собачками зимой, чтобы было интереснее, можно сделать вольер, как у многих. Вот сейчас есть у людей, у кого частные дома. Такую возможность. Не только потому, чтобы кошка не убежала, а чтобы никуда не делась какими-то другими путями. Кто-то может забрать еще что-то. А как она к морозу? Устойчиво, если на вольере будет жить? Конечно. Это же шуба зимняя. Вот сейчас это детская шерстка. Зимой он оденется в большой мех. А летом? И ему нужно быть на улице. Сейчас им жарко. Они все время на кафеле. Вот они в эту воду в ванну лезут. А крас у них всегда такой? Нет, конечно. А красы это наиболее такой вот естественный, да, с беленьким. А красы у них природные такие основные. Вот кто-то на Антона бывает похож, да, из них? Наверное, нет. Беспородные минерсы. Нет, потому что если ориентироваться на рубашку, которая лиловая, такие красы для лесных пород кошек запрещены. Потому что они являются искусственно привнесенными. И они идут для таких кошек, как персы, которые когда-то были у вас. Британцы характерный окрас, голубые, лиловые окрасы. Для такого, для таких пород кошек это не годится. Эти окрасы, они не, они запрещены. Галина, сколько у вас дома кошек? Ну, к сожалению, сейчас много. Почему к сожалению? Не продаются или что? Потому что вот этих несколько котят пока еще бегает. Ну, не знаю, как-то так случайно накопилось. Хочешь разведением заняться? Не хватает кота, надо привезти. Были ситуации, когда на всю Алмату был один британский кот. И получилось, что кошек уже много, котов мало. Купили кота. Это не самое правильное решение, все себе в дом всегда покупать. Ну, так случилось. Поэтому сейчас у меня две породы кошек. Британская и норвежская лесная. А раньше и с моей подачи в Алмату приехали такие редкости, как корнишекс. Это королевская кудрявая кошка. Видели, не видели, не знаю. Да, я видела. Ну, на выставках у нас они и представлены. Это я привезла первую пару сюда. Кудрявые кошки, у них каракульча вот такая шерсть. Удивительные тоже животные, но у меня их не осталось. И вот я как-то так потихонечку перешла на две другие породы. Чем же от персийской породы отличаются они? Персы являются инфантильными животными с точки зрения своей физиологии вообще. То есть у них вот этот укороченный нос дает им минимальное снабжение кислородом, очень медленное. И поэтому вот это вот развитие в принципе инфантильно. И поэтому они не являются настолько подвижными животными. У них есть другие проблемы. Эти естественные кошки, они носятся дома так, что всем весело. Особенно, когда есть дети, носятся все. Но это не происходит весь день. То есть они контролируют вот свою энергию. Я вечером, утром побегал. Когда приходишь, они все радуются. А рекомендуете ли, Галина, вы содержать сфинксов, вот таких голых кошек? Вы знаете, есть люди, которые их очень любят. Те люди, которые не обладают большой волосатостью, чтобы не чувствовать себя каким-то закомплекционным парнем. Берут себе такого же собрата, этот вот теперь с тобой одинаковый. Ну, вы знаете, по поводу сфинксов. Причем сильно похудевшие люди. Да, может быть. Хотя есть варианты, что и у меня были сфинксы тоже. Их же тяжело содержать, они постоянно болеют. Нет, они не болеют. Простой. А это миф, и все говорят это. Их несколько пород. Порода первоначальная, которая имела право называться сфинксом, которая сейчас вынуждена называться канадский сфинкс, потому что появились российские породы, которые слово сфинкс к себе тоже привинтили. Привинтили, да. Поэтому канадский сфинкс является совершенно благополучной, здоровой породой. У них генетика вот этой голости не связана ни с какими проблемами, которые были бы, ну, плохи для здоровья, для содержания и так далее. Русские породы, к сожалению, имеют сложности в содержании российские виды сфинксов. Поэтому люди, которые ими занимаются, они, конечно, герои. Единственный миф, который я все-таки хотела бы развеять по поводу голых кошек, что голых кошек надо держать тем, у кого аллергия на кошек в принципе. Дело в том, что у них отсутствие шерсти компенсируется смазкой, которая покрывает кожу. И которая является, естественно, причиной аллергии гораздо чаще, чем шерсть. Ничего себе. Поэтому люди, которые просто не хотят расчесывать и так далее, и любят вот этот вот изящный такой облик, да, скульптурный, сфинксов берут, но их купать надо часто. В этом есть своя прелесть. Ну, резиновые, так называемые, совсем-совсем голенькие, их гладить неприятно, но прилипает рука. Поэтому на любителей. Галина, а порода мейн-кун, вот многие сейчас ее содержат, это какие-то очень крупные животные, а может быть они агрессивны, опасны для людей, для детей? Нет, нет, это тоже селекционная порода кошек. Она базируется на американской большой кошке, и дальше она селекционно поддерживается в этом виде. То есть они там тоже не бегают по прелиям в таком виде. Проблема прокормить просто. Проблема, да, прокормить и правильно содержать, потому что также и вопрос дрессировки, как и большая собака, большая кошка с какого-то момента пытается подстроить под себя. Тем более у кошек система прайда, понимаете, когда если хозяин не выстроил иерархию в семье, кошка подождет и выстроит ее под себя. И тогда уж извините. Поэтому, когда люди приобретают большую кошку, они эти вещи часто не узнают или не понимают. И приходится видеть, как потом... Пошел на работу, возвращаешься, а тут уже другой режим. Под дудку своего кота, да. Вот положено в 6 часов встать, дать перепелиное яйцо, в 12 вечера поиграть. Это нельзя делать, это нельзя. То есть в доме все равно должен быть главным человек, конечно. А бывают ли случаи нападения мейн-кунов на членов семьи? Нет, нет. Как они мстят тогда, если что-то не так. На выставках чаще всего агрессию проявляют, то есть в ситуации стрессовой, по отношению к хозяину прежде всего. Говорят, что это из-за элемента такой трусости, не бросаться, но чаще всего проявляют британцы как раз. Потому что они не привыкли. Они дома независимые, и система ценностей домашних выстроена под кошку, да. А когда их приносят на выставку, там нужно носить, там нужно держать. И если кот понимает, что он главный, он будет и так себе вести. Британцы, бенгалы кричат, рычат, но редко бросаются, тем не менее. А вот с британцами чаще всего бывает. С мэн-кунами у меня как бы были истории, конечно, там такая лапа, что просто вот так вот может дать. Очень случайно, очень редко бывало такое. С кунами, когда кота на экспертизе, кто-то нечаянно в это время сзади за хвост хватанул, он не видел, что это. Случайно. Ой, как. Да, и вот так, да. Тут кто-то был. Совершенно верно. А так, несмотря на то, что это животное, которое вроде само по себе там дома ходит, да, но заниматься воспитанием надо. Особенно с выставочными животными. Выставки помогают отсортировать вот агрессивных животных. Если это патологически агрессивные животные, то к разведению мы их не берем. Мы их убираем. Если животное, нельзя посмотреть на выставки. Если оно проявляет агрессию и к судье, и к зрителям, и к людям. Стараемся это вообще убрать из разведения. Такие вещи для выставка, это тоже помогает делать. Не только стандарт породы оценивать, но и в том числе и поведение. Потому что стрессовые ситуации. Вот на последней выставке у нас было около 150 кошек. Очень много людей. И, конечно, для чего нужна кошка, которая будет на всех кидаться и бросаться? Это животное, которое должно быть для любви. Что делать с теми кошками, которые бросаются? Я всегда с этой позиции смотрю. Что делать? Ну, что делать? Либо перестать ходить на выставки, если они дома себя замечательно ведут, но тогда они уходят из разведения. Либо, если никто не может с этим совладать, есть кардинальный метод. Кастрация называется. Слава Богу, не усыпляет. Я за это больше переживаю. Для вас, Антон, лично кастрация – это лучше, чем усыпление. Я такие вещи так, да. Ну, будь я кошкой, я бы предпочел, да, вот этот вариант. Ну, хорошо, хорошо. Поэты, они существа странные. Мы вам это простим, конечно. Нет, будь я человеком, я бы, конечно, лучше убейте. Переобулся. Но кошку просто нет. Да, да, да. Мне прям жалко их. Я вообще не понимаю смысла выставки. Мы как-то вот тогда разговаривали с одним из ведущих кинологов и выясняли, вот что дают выставке. Он говорит, ну, ничего, для собак. Он про собаку рассказывал. Нет, животным ничего не дают. Нет, про то, что и наоборот идет ухудшение. То есть, в погоне за красотой теряется функциональность собаки. Ну, большой функциональность это от кошек никто не добивается. Никто не ожидает, да. Потому что я думаю, что никакой кошке нормальный хозяин не даст даже возможности ловить заразную мышь. Теперь иди. Поэтому в данном случае это искусство ради искусства, конечно. Красота. То есть, есть стандарт породы. Судья оценивает кошку по стандарту породы. То есть, какие ушки, сколько шерсти, какой длины, поставь глаз. То есть, все вот красоту именно породную. И смысл выставок для меня, например, как для руководителя клуба, в том, чтобы мы развивались в правильном направлении. Куда вот движется филинология. Есть стандарты, есть какие-то более современные шаги. Вот, вы говорите, экстремальный тип персов. Ведь они не всегда были экстремальны. Они были там длинноносые, всякие разные. Потом дошли до какого-то вот такого вида. Бэби фейс, круглые глаза, плоское личико и так далее. Дальше с персами двигаться уже некуда. Потому что в следующий момент пошел нос, пошел в лоб, дышать стало нечем. И начали, так сказать, назад это дело убирать. То есть, есть вещи, которые нужно контролировать, чтобы, во-первых, люди не взорвались, те, которые занимаются, чтобы дошло не во вред животному. Породы, которые вы назвали, скотишфолд, параллельно с британцами. Это вот кошки с такими ушками. Смешные ушки, кругленькие глазки. Тяжелейшая генетика, проблема генетики, связанная с этими ушками. Тяжелейшая. Не всегда получается. Проблемы задних конечностей, позвоночника и так далее. И эти кошки, их жизнь вообще зависит от порядочности заводчиков, которые правильно или неправильно с ними работают. Их нельзя друг с дружкой вязать и так далее. Поэтому, например, в Европе почти во всех странах разведение скотишфолдов запрещено. Ну, жестко. Нет, там есть клубы, которые занимаются. Но почему запрещено? Потому что в погоне за ушками, за этим, люди переходят грань, где нужно уже заботиться о животном. Поэтому решили этого не делать. Например, вот такие есть проблемы в кошачьем мире. Поэтому что дает выставка? Эксперименты еще. Ну, эксперименты как раз не очень приветствуются. Вот эти все коротконогие, вот эти все ииски. Не, ну видите, если они там выясняют, чтобы нос поднять или еще что-то. Да, то есть где-то нужно или обратно отходить, или наоборот, если это все нормально. Но стандарты способны изменяться? Стандарты способны изменяться, да. Да, то есть нет уже такого, вот как в 1871 году открыли первую выставку и приравниваемся к ней. В основном они все равно оттуда, из Англии, из вот этой федерации GCCF. Все базируются новые стандарты на вот этом. Просто чтобы новые изменения к стандарту бывают, ну, они такие небольшие. В рамках, например, чуть больше должны быть уши, чуть длиннее, чуть уже клин, да. Вот какие-то такие вещи, не сильно экстремальные. Извините, а если вот оценивают, ну, как-то по пропорциям, по красоте, вот, ну, это субъективно? Нет. Нет? Если вот что-то изменилось, допустим, вот какой-то носик приподняли, о, бэби фейс, ой, так симпатичная, миленькая, пам-пам-пам. В этом смысле, да, в каком-то смысле субъективность существует. То есть внутри стандарта есть некоторая степень свободы для судьи. А вот он любит, чтобы был по-прежнему такой носик, да, например. Ну, это небольшая доля, понимаете, вариаций стандарта, потому что все-таки весь стандарт целиком – это 100 баллов, понимаете, какие-то вот эти вот дополнения. За что дают баллы? Это так условно, вот, допустим, форма тела 20 баллов, да, длина хвоста 10 баллов, там, поставь ушей, поставь глаз 10 баллов и так далее. Баллы не проставляют в оценочном листе, но это дает возможность судье ориентироваться, что важнее для данной породы. Например, для британцев максимальное количество баллов шерсть занимает, то есть вот набитая вот эта вот объемная, красивая. Здесь будет тип головы, тип вот и формат тела. А в принципе это баланс. Кошка должна быть красивым животным. Да, красивым животным. Она должна быть всегда голая, она шерстяная, она должна внешне вызывать ощущение гармонии и баланса, да. А возможно ли как-то делать бизнес на разведении кошек вот у нас в Казахстане, в Алма-Ате конкретно? Вы знаете, есть люди, которые к этому относятся как к бизнесу. Я скажу свое различие. Вот, это же не табуретка, вот они у меня родились, я купила шикарную кошку, купила шикарного кота, и не на всех котят я нашла покупателей, да. Например, бизнес это или нет? Они же у меня уже сидят сколько, едят, пьют, да. Да, поэтому я к этому отношусь как к моменту разведения. Но есть люди, которые занимаются этим как бизнесом, это что значит? Каждые три месяца вяжется кошка. Продается потом на базаре или по интернету. Это то, у кого живут в клетках кошки. Люди, которые ничем больше не занимаются, не работают, живут с кошек. Да, к сожалению, такое есть не только у нас, везде есть. Почему к сожалению? Потому что животное от этого страдает. Нет, ничего хорошего для породы, к разведению это уже отношение не имеет. Я на этот счет жестко имею такое мнение, я перфекционист. По времени, как часто надо вязать кошку? Либо раз в год, либо максимум три раза за два года. У меня, например, британка очень тяжело восстанавливалась после каждых родов. Что ж я ее буду мучить? Я ее раз в два года, допустим, вязала. Это зависит дальше уже от людей. Поэтому можно ли это называть бизнесом? Если просто сложить деньги, которые потрачены на приобретение и содержание, и потом на продажу, вряд ли. Как вы к этому пришли? Дорогостоящее хобби. Как я к этому пришла, даже не знаю. У меня были и были собаки. Ездила я в Россию, в Петербург. Это еще была не Россия, весь Советский Союз в аспирантуру. И там оказалась у моего руководителя аспирантура. Он говорит, что ты со своими собаками? Подумаешь, собаки. У меня были собаки большие, доги. Поэтому я не считала, что это, подумаешь, собаки. Королевские доги. Да, да. Ну, вот у нас вот кошки. Вот у нас кошки. И я тогда вообще не знала, что бывают породистые кошки. И когда я посмотрела картинки, я, боже мой, сколько красоты увидела. Внутри-то я кошатница была еще. В детстве были кошки. Потом, когда я увидела уже живьем этих кошек, я влюбилась. Любовь оказалась взаимной? Ну, думаю, да. Потому что 20 лет я уже руководитель клуба здесь, в Алма-Ате. 20 лет я этим занимаюсь. Я рада, что у меня много разных пород, много людей прошло через клуб. Много разных кошек. Я сейчас уже сама судья по многим породам. Поэтому это очень интересно. Антон, вы хотите завести бенгальскую кошку? Нет. Наверное, правильно, да, Галина, он считает, или нет? Вы знаете, если человек занимался собаками, то он может заводить бенгальскую кошку с полной ответственностью. Я вообще кошек не хочу просто. Чуть-чуть дрессировки и даже не чуть-чуть. С этой породой не помешает. Кстати, какие породы склонны к дрессуре? С любой кошкой можно работать. Нужно только понять, что вы от нее хотите. Корни шрексы носят апортировку, если это можно так в собачьих терминах сказать. Они любят приносить длинненькие штучки в зубах. Нужно приучить. Голые кошки часто вот так вот бегают. То есть надо посмотреть, как говорил Куклачев. У Куклачева, да. У него же там колых не было. Куклачева способна и эти вещи развивать. А то, что я называю дрессурой выставочной, это, конечно, не совсем правильное слово. Это просто элемент воспитания. Вот я показала, как его надо вытягивать, да. И поэтому у меня это автоматически. Месяц котенку, три недели я его беру сразу так. Понимаете? Сразу так. И он это воспринимает абсолютно адекватно. А если этим не заниматься, то на выставке это будет вот брыкаться, размахивать руками ногами. И никакую красоту показать невозможно. Есть правило показа для каждой породы кошек. Персов кругленько складывают. Британчиков вот так. Мэн-кунов, поскольку это большой вес. Троем растягивают. А вот знаете, мэн-кунов всегда выставляют тоненькие, изящные девочки. На высоких каблуках. И стоит вот с таким котом. И все это очень эффектно. Вообще на выставке больше девушки ходят, да? Нет, сейчас, вы знаете, мужчин тоже много. Мужчины кошки ведут? Держат кошек, которые любят кошек, которые занимаются кошками. Раньше, вот когда я только начинала, я столкнулась с этим моментом. Стеснялись. Стеснялись. У меня есть кошка? Да, да, да. А что это я там как пойду? Только друзьям не говорите. Сейчас к этому абсолютно. Потому что ничего в этом такого неестественного нет. Это животное, к тому же, дорогое. И если у вас есть дома дорогое животное, если у вас собака, вы можете вечером погулять, соседям показать, получить порцию своего, так сказать, социального. Зависти. Да вот это ужасно вообще. Ну что за меркантильные дела у этих людей. Ну есть люди, которым это нужно. Вот они сидят дома, им хочется показать свою красивую кошку. Они ходят на выставку. Есть люди, которые шьют костюмы там кошкам. Понимаете, я на своих выставках провожу много разных вещей для детей, которые и обучают детей. У меня детки показывают правильно породы кошек. Стюарт это называется. Наряжаются в костюм. У меня на каждую выставку есть какие-то темы. Поэтому это все весело. И взрослые очень это тоже любят. Что делать и наряжаться вместе со своими кошками. Возвращаясь к бенгальской породе. Вот вы упоминали, что она очень такая своеобразная. И ее нужно дрессировать как-то опасного взаимодействия. Можно подробнее? Вы знаете, бенгальская порода кошек действительно базируется на индийской дикой кошке. Когда-то до войны были такие пятнистые леопарды. Во время войны кошки потерялись, эти породы потерялись. И потом ее снова создали на базе действительно дикой индийской кошки пятнистой. Несколько поколений туда вливают домашнюю. Несколько поколений, не буду врать, не помню кто. Коты или кошки стерильные из этих пар поначалу. И потом, когда доходит это до состояния возможного разведения, появляются вот эти красивые бенгалы с этими красивыми розетками леопардовый окрас. Поскольку за ними есть дикая кровь, как это можно так сказать, то зависит все от хозяина бенгальской кошки. Котенка нужно выращивать в руках, чтобы они к человеку привыкали сразу. Если вы Animal Planet смотрите, вы видите, что там и львята, и все маленькие вот эти дикие кошки, они любят людей сначала. Но с возрастом у них выходит то, что их натура. То же самое происходит с бенгалами. Бенгалы в основном привязаны к одному человеку. Часто так бывает, к одному человеку. И их нужно воспитывать. Вот здесь жестко надо воспитывать, кто в доме хозяин. Не только, чтобы они любили, знали людей от рук, но и когда начинается вот это половое созревание, они ведут себя, как кошки в дикой природе. Кошка доминанта. Кошка может метить. Кошка очень шумная, когда она начинает гулять. И люди, которые к этому не готовы, начинают избавляться от этой красоты. Кошка может выкидывать, передавать, перепродавать. Поэтому в этом вот проблема совместного содержания этих кошек. Коты знают себе цену, они могут быть, хозяйки достаточно ласковые, но на какой-то уже период своего возраста они фамильярности уже не потерпят. Саванна сейчас еще появилась. Это, во-первых, бенгал, до которой еще с ацикетом повязано. Ацикет – это дикая кошка. У нас в клубе вот есть такие. Они уже тоже там в пятом поколении. То есть они уже домашние, конечно, саванны. Это не вот такие большие кошки. Название такое просто им дали. Вот хозяйки говорят, что они более ласковые, чем бенгалы к людям. Чуть более спокойные, несмотря на то, что там уже двое животных, да, диких. Но требуют к себе внимания, конечно, вот такого серьезного. Просто купить ради красивого окраса со временем может оказаться ошибкой для кошки и для человека. Каких-то таких катастрофических вещей у меня не было на памяти, связанных с бенгалами. Просто основная проблема, что люди начинают избавляться. Когда кошку начинают пускать по рукам, вот эти продажи, перепродажи. А мы ведь в ответе за тех, кого приручили. Да, в этом, я считаю, ничего хорошего нет. Поэтому для тех, кто хочет животное приобрести, лучше узнать именно вот характер для начала. Сначала характер, потом проблемы ухода, да, что нужно. Понятно, бенгала там особо не расчесывать, ничего с ним не надо, да. Мэн-кун требует ухода, такого же, как перс огромного. Шампунь и вот это, ну и сам по себе размер, извините, пока такое. За собаку можно не иметь. Помоешь, да. Вот, поэтому нужно узнавать и характер, затем вопросы, вот, содержание. Ну и уже вот самый последний вопрос – это стоимость. Я вот всегда так приоритеты расставляю, когда люди звонят по поводу котят. Какая самая дорогая порода? Ну, на данный момент за мэн-кунов больше всего просят. Когда-то это было тысячи долларов, сейчас уже это сменилось. Ну, в таких вот пределах до двухсот, так скажем, тысяч стоят бенгалы хорошие, стоят саванны, стоят мэн-куны, стоят абиссинцы. Это вопрос всего лишь моды. Это не является вопросом истинной стоимости животного в сравнении с чем-то, да. Потому что, вот, допустим, в Норвегии, в Германии стоят достаточно дорого, да. Здесь нет смысла держать такие цены, я так считаю. Потому что я хочу эту породу двигать, я хочу, чтобы ее приобретали, я хочу, чтобы у людей они были. Зачем я буду сидеть и держать цену 400 тысяч, да, например? Ну, 30-90. Да, пусть будет 390. А у меня такой потребительский вопрос. Зачем держать кошку дома? Кроме того, что это традиции – пустить в новую квартиру от домовых спасается. Я вообще люблю кошек, например. Вот этим я увлеклась уже потом, но у меня и сейчас есть домашняя просто кошка, которая просто-просто-просто кошка. Ну, а вот эти вот мифы не мифы о том, что кошки лечат, кошки берут отрицательную энергию. Это не мифы, это так и есть. Понимаете, только никогда не нужно уходить в фанатизм, когда люди звонят и говорят, нам нужно кошку от ангины. Понимаете, бывают такие истории, звонят совершенно с разными вещами люди. Конечно, кошек от ангины не бывает там или от чего-то еще. Просто если кошка с вами… А от язвы? И от язвы не бывает. Если кошка с вами в хорошем контакте, если она вас любит и вы ее любите, вот она придет, посидит, поспал, вы погладили, вам уже хорошо. Я только вот в таком виде… Успокаивает, вернусь. Да, успокаивает, весело, когда они бегают. Честно говоря, лежит как аксессуар какой-то. Честно говоря, все, я так чисто для моды прилег, с платьем хорошо сочетаюсь. Поэтому для меня вопрос очень простой, ответ на него очень простой. Я их просто люблю. У меня в детстве всегда были кошки, всякие разные, со всех помоек, со всех кустов и так далее. Все подбиралось, неслось домой и дома было. Буси, муси, пуси, стандартные вот эти все варианты. Поэтому потом я увлеклась собаками. Собаки – это уже что-то другое. Это уже прям серегионно все. Ух, да. Я ездила на выставке с собаками, этим очень увлекалась. И параллельно, когда я узнала, что, оказывается, кошки есть не просто кошки, а тоже всякие чудеса, всякие чудеса. Я сначала от экзотов умерла, когда увидела вот эти вот плюшки с плоскими носами. Носами, но не персы, а более короткая шерсть. Потом, когда я стала уже заниматься, боже мой, столько всего трудно остановиться. Надо себя тормозить. Это ваше хобби и ваша профессия? Я математик по профессии, поэтому является ли это моей профессией на данный момент – да. Я филинолог, руководитель клуба, я судья. Но по образованию я закончила новосибирский матфак. И потом подумали, я больше лирик, чем физик. Действительно. Нет, так сложилось, не было работы математиком, поэтому я себе сама придумала работу. Классно. Ну, куда же еще? Не математика, а технология. Поскольку я читаю курсы по генетике, это чистой воды математика, понимаете. Я выучилась сама, с удовольствием учу тех, кто хочет не просто держать кошек, а кто хочет это делать грамотно, кто хочет что-то знать, посчитать. Поэтому для меня вы там, например, тоже дополнительный интерес нашелся. Хрина Решидовна, а вы как к кошкам пришли? Я пришла тоже через свою душу. Очень сильно любила. И у меня была собака, жил карликовый пудель серебристый, когда я еще училась в школе. Потом я уехала в Москву, оставила бабушке с дедушкой этого пуделиху. Феня ее звали, такая тоже наслодословная, но мы ее не размножали. Так ни разу не повязали. Она прожила до 12 лет. Потом пришлось ее усыпить, у нее началась онкология. А в Москве мне очень сильно захотелось персидского кота. Я увидела, сходила на выставку кошек, и мы позвонили, и нам предложили двух котят. Мы встретились в метро с продавщицей, с заводчиком, с родословными. Там все гранты интерчемпионы у них там были. И один мы нацеливались на другого котенка, но его брат, он сам пошел к нам в руки. Он его отпихнул и полез, хотя по характеру оказался намного мягче. А тот котенок вырос в драчуна, такого агрессора, который царапался. Он притворялся успешно в детстве, очень к вам хотел. Да, и маленького мы взяли того, который оказался спокойнее по характеру, но сыграл, наверное, более активного такого котенка. И прямо к нам в руки пошел. И мы не пожалели. Его звали Падишах Аля Маля. Обычно еврейское имя. Яша мы ему дали, да, в быту. А он прожил 18,5 лет. Я его таскала на выставке, это ему очень не нравилось. Он поворачивался к публике задом, извините, да, и сидел в клетке, нахохлившись, закрыв глаза. Но никогда не царапался, когда его надо было начесать шерсть специальным шампунем. Вот, потом вот так взять за две, за четыре лапки и потрясти, вот так полагалось. Он только издавал очень такое недовольное, да, 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 не рычание, а даже ворчание. И, в общем, дальше до Интера и Гранд Интера я не стала его двигать. Мы немножко его поразмножали, на этом мы успокоились и не кастрировали. Потом, удивительно, он даже никогда не метил в квартире. Ну, перцы на этот счет более спокойные, конечно, животные. Это то, что я говорила, инфантильность персов, это в том числе и во всех вот этих вот вещах, они более спокойные просто. Он был очень интеллигентный к своим дамам, когда приводили к нему чемпионок, тоже красного окраса. А было много желающих именно к нему попасть после выставок. Он вот так вот всегда подходил, кошечка сидит, лежит, и он начинал буквально гладить передней лапкой, как просто человек такой вот в кошачьей шкурке. Да, песни пел, мяу-мяу, гладил лапкой, уговаривал. У меня уже как-то ошелся. Душа запела, да. Я сейчас всплакнула просто так. Все так человечное. Да. Поэтому кошка – это да, это какой-то элемент души. При этом, я говорю, у меня и кошки, и собаки были параллельно достаточно долго. Ну, без кошек грустно. Слишком много кошек – это тоже уже немножечко напрягает. Когда 30-40. Золотая середина где-то должна быть, и своим в клубе людям, которые начинают. Я этого котенка оставлю, а этого потом я тоже оставлю. Да, и этого оставлю. И этого оставлю. Как же я его продам, я его так люблю. Вот здесь нужно тормозиться. Потому что есть люди, которые занимаются разведением, и тоже надо тормозиться, не выходя за какие-то код и как бы линии. А есть, когда вообще просто себе оставляют, оно потом в геометрической прогрессии же начинает двигаться. Вот я уже наученная и своим опытом, и опытом разных людей в клубе, я вот на этой стадии пытаюсь советовать, чтобы где-то вот как-то уже тормозить. Как вы относитесь к содержанию диких кошек дома? Очень плохо отношусь я к этому, потому что это издевательство над животным. Даже когда делают мини-зоопарк там во дворе и содержат их в клетках, как правило, люди не умеют. Даже домашних кошек содержать не все правильно умеют. Говорят, что кошки распространяют какие-то болезни, опасные для беременных женщин. Как этого избежать? Нет, они ничего не распространяют. Просто есть такая болезнь, таксоплазмоз, которая опасна женщине на первой стадии, первом триместре беременности, если она этим не болела, и если она в этот момент заразилась, то это для ребенка плохо. Кошки не являются разносчиком этой болезни, они просто ее игнорируют. У них может этот быть вирус, но они им не болеют. Но они его передают? Могут передать. Кошмар. Но может и наоборот передать. Таксоплазмоз чаще всего передается морковка, картошка, песочница, земля. Абсолютно не кошка. А все упрекают кошек. Да. И более того, 99% населения Земли этой болезнью переболели бессимптомно. Она имеет пожизненный иммунитет, потом вернее к ней. И опасна только для вот таких редких случаев, когда при этом не всегда кошка виновата. На кошек тут грешат зря. Если в семье есть дети, для общения с детьми, какую породу кошек вы порекомендуете? Замечательная порода. Корниш, рекс, кошачьи человечки. Просто кошачьи человечки, которые будут с людьми. Значит, это кудрявые. Русская голубая. У нас тоже в клубе есть. На весь Казахстан редкая порода. Сейчас считаются веселые, подвижные кошки. Две эти породы доподлинно относятся еще и к неаллергенным, потому что их организм не вырабатывает белок, на который у людей аллергия. Плюс с детьми замечательно общаются. Абиссинцы могут быть. Вот, пожалуйста, видите, да, норвежская лесная, прекрасный друг. Персы, британцы, это уже на втором, наверное, плане, на усмотрение уже людей. Перс к ребенку вообще не может как бы так относиться, потому что никакой ребенок не может ухаживать за такой шерстью. Говорят, когда беру ребенку, потом стригут, и потом вот это... Хотя они, ну, они индифферентные кошки к людям, довольно индифферентные. Маленькие они, веселые, потом они сами по себе. Перс живет на диване. А чего нельзя допускать в воспитании кошек? Нельзя допускать, чтобы кошка считала себя главной в доме, это однозначно. А вот бывает такое, злопамятные кошки, вот тоже такой миф. Вот что-то когда-то тапком ударило, и она этот тапок теперь всю жизнь. Ну, бывает, конечно, почему нет, бывает. Им стят потом. Ну, не всю жизнь, но бывает, да. Потому что в данном случае я считаю, что это не злопамятность, а просто хозяин не может понять, что ему объясняет животное. Она говорит, я тебе вот и в тапок, и туда, и сюда, пойми. Я тебе все сделала уже. Пойми, что не так. Замените хозяина, тупой хозяина. Да, что-то нужно понять, что она по-другому не может это объяснить. Конечно, только такой способ. Поэтому к этому так надо относиться. А что значит не дать кошке стать главой семьи? Как это понять, когда она хочет стать главой семьи? Как революцию это в корне пресечь? Надо не идти на поводу кошки. Вот я вам примеры приводила. К режиму привести ее. В шесть часов кот пришел и требует кушать. И все побежали, вся семья. А если просто надо спать? Надо просто спать, да. Если кот пытается вам что-то там сказать, есть действия аналогичные. То есть по кошачьи надо разговаривать. Ши. К лицу? Он понимает, да. Ши по кошачьи. И так далее. Это когда уже какая-то агрессия пытается проявляться. Если кот считает, что он главный, и несмотря ни на что он пойдет копать этот горшок, вот будет, да, надо, как кошка с ними обращается, надо взять за шкиры, например, надо сделать пши, да. То есть какие-то вещи нужно показывать, что вы главнее. То есть не брысь пши. Не брысь, нет. Можно воду иметь под руку. Когда котята балуются, мы часто с маленькими котятами руками играем, а потом мы говорим, кот нас кусает. Мы сами это допустили, правда? Поэтому не допускать вот перебора. Если весело смотреть, как оно маленькое скачет по шторам, то какие претензии вы потом предъявляете, когда у него уже 8 килограммов весу, правда? И вместе с карнизом все это. В этом смысле это просто воспитание как с детьми. А вот когда кот пытается вас построить и не дать вам сделать то, что вы хотите, на выставке он начинает на вас там. Вот дома он начинает, значит, протестовать. Вы ему что-то сказали, а он протестует. Что делать? Да, вот здесь нужно вот это вот показывать. Они это очень быстро понимают. Пару советов. Кошек надо заводить только если вы их действительно любите. Если это действительно потребность души. Никогда на моей памяти за 20 лет никто из тех, кто взял кошку ради бизнеса, не получил в жизни никакого хорошего за это подарка. Я так бы это выразила. То есть кошка – существо, которое для души. И нужно останавливать себя, когда хочется прямо уйти в бизнес, прямо с руками. Или уйти в кошку. Когда у тебя 50 штук. Да. Есть же такие бабушки, которые усердствуют. Это тоже перебор. Поэтому кошка замечательное, замечательное животное. Красивое, ласковое, которое может отвечать и успокаивать. И с которым легко общаться. С ними надо разговаривать? Да. У меня кошки все знают свои имена. Я с ними общаюсь. Они никаких кис-кыс они не знают. Они знают, кто куда пошел. Рансарт. И почему рыбу опять ловишь? Я же тебе велела аквариум не трогать. Возвращается. Ну так получилось. А если в доме, кстати, есть другие животные, собаки, птицы, змеи, то какая порода самая к ним толерантная будет? Ну, у меня есть в клубе люди, у которых есть змеи и кошки, и собаки. К змеям я сама отношусь негативно. Ну, говорят, что нормально. У меня были кошки и собаки, которые прекрасно дружили и общались. Корниш-рексы долго считали большим-большим корниш-рексом. Пока по периметру обходили, пока он лежит, об него везде терлись, ласкались. Считали большой корниш. Док выводил у меня корнишку на поводке гулять. Поэтому это да. Поэтому кошка и собака это лучше всего живет вместе. Два существа. Вся остальная экзотика. Ну, вот рыбы, да? Вот рыбы. Ну, вот плавают они и все равно, понимаете, вот они их раздражают, что нужно поймать. Он туда обе лапы запускает и вот, и все. Инстинкт просто. Да, птичка, я думаю, тоже на уровне инстинкта. Да, был у нас попугайчик. Был. Был. Как бы кошка ни старалась, у нее взыграет. Поэтому все-таки, я думаю, вот лучшая пара это кошка-собака. Ну, я просто не знаю, за что вас зацепиться. У вас всепоглощающая любовь и все провокационные вопросы, наверное, так вот. Надо ли пить? Все, надо ли пить. Ну, давайте попробуем. Нет, почему? У меня уже родился один провокационный вопрос. Я смотрю на шикарный мех вашей норвежской лесной. И у меня, как у представительницы женского пола, ждается вопрос, Галина, я вас уже подготовила. Ходят слухи, что на самом деле заводчики кошек не разживаются на продаже котят. Они сдают мех меховщикам. Из этого меха шьют шупы. Носки. Под шиншиллу, под норку, под белку. Можно ли из меха кошки что-то сделать ценное? Я думаю, что фантазия наших странных людей богата, и можно сделать, наверное, что угодно. Но для меня эта тема настолько не близка, что даже чувство юмора мне тут отказывает. Парализовано чувство юмора. Парализовано сразу. У меня другой вопрос. Как вы относитесь к приютам бездомных? У меня к ним отношение сложное. У меня сложное. Честно скажу. Потому что, с одной стороны, это вроде бы правильная вещь подбирать животных. Но я со многими знакома. И я сейчас никогда не участвую в этих делах, как бы люди меня не воспринимали. Почему? Как-то раз мне в магазин принесли коробочку с щенятками, которых выбросили люди. И посторонний человек, и ребенок, который принесли, и я, мы втроем пытались в какой-нибудь приют это пристроить. Потому что щеночки были выкормлены, хорошие. Ну, в магазине я их не могу оставить, содержать. Поэтому мы вынуждены были заплатить за то, чтобы потом взяли. Человек этот потом ездил, он говорит, я боюсь, как бы за деньги потом мне выкинули в ближайшую канаву. Посторонний человек, он несколько дней туда ездил, проверял. Я не знаю, вот правда, у меня совесть насчет приютов такая. У меня и мнение 50 на 50. Потому что я не понимаю, что они там делают. Если они подбирают, стерилизуют и раздают, это полезно. Но я этим не хочу заниматься. Мне вот, например, достаточно того, чтобы пристроить в хорошие руки тех, кто у меня есть. Такое двойственное у меня. Люди мне попадались странные из приютов. Вылавливают собак, кошек. Да, это ужасно. Даже которые не бездомные. Я не знаю. У меня нет на это ответа. Потому что я знаю жестокие способы, которыми их усыпляют. Я все это знаю. Именно поэтому моя душа этого не приемлет. Я не знаю ответов. А просто переживать я не хочу. У меня внутри от этого все болит. Ну вот знакомая рассказывала, что она ездила. Она и выкупить пыталась. Но она категорически не смогла найти, где, чего и как. Вот многие родители считают, что если родился в доме ребенок, держать какое бы то ни было домашнее животное, в том числе кошку, это безответственно. Помимо таксоплазмоза может животное напасть. Может поцарапать, укусить, возникнуть сепсис, гангрена, какой-то исход. Не дай бог. И так далее, и так далее. Я вам могу в качестве ответа сказать, приходите к нам на выставку. Вот в апреле у меня была выставка. Будет осенью выставка. Как много у меня беременных хозяек. Как много у меня хозяек с колясками. Это самый лучший ответ, понимаете, на то, что это просто предлог. Это показатель, на мой взгляд, безответственного отношения до того к приобретению животного. Потому что никакое животное не может помешать младенцу, не может помешать ребенку. У меня маленький внук сейчас вместе со всей этой кучей в семье бегал. И наоборот, они к этому сразу хорошо относятся, когда много дома животных, и даже одно. Поэтому я считаю, что это просто отговорки людей, которые перестали хотеть быть ответственными за того, кого приручили недавно. Спасибо вам огромное, Галина, за то, что вы пришли на нашу передачу «Избранный». Ой, вот у нас сегодня Ирвин явно избранный, да? Явно. Ну, конечно, после вас. Да, вы с вашими стихами самые избранные. Я уже все, сдал позицию просто после вас. Да, вот какое замечательное животное, какая замечательная душа. Я желаю, чтобы у него была прекрасная выставочная жизнь. И жизнь в вашем доме уютная, комфортная. И чтобы побольше счастливых котов, кошек и их владелец было у вас, конечно. Спасибо вам за приглашение. Если мы хотим быть счастливыми и здоровыми, мы должны привнести красоту в каждый аспект нашей жизни. Красота – это, разумеется, гармония. А гармония достижима только через осознанные отношения к нашему бытию. В том числе к нашему внутреннему пространству нашей душе и к нашему жилищу, дому. Если мы собираемся завести домашнего питомца, собаку или, например, кошку, то следует подобрать себе сотоварища по бытию, по характеру, изучить его повадки, изучить образ его жизни, сделать его содержание в вашем доме комфортным и благоприятным, и тогда судьба ответит вам тем же. Оставайтесь с нами. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok